То есть здесь, я так полагаю, нужно своровать короля Круша, Сильваны, и уже восьмерочкой сходить в лицо. Так, плюс изъели безумие, воруем таунта, взрыв разума, то есть 5 плюс 8 это 13, взрыв разума и кара это летал, окей. Работаем. Тютелька в тютельку, да. Тебе еще предстоит умереть как минимум 7 раз, не волнуйся, следующая головоломка. Огонек, берсерк, ну по-любому нужно будет качать по максимуму берсерка. После того, как это существо получает урон и выживает, оно меняет сторону, предсмертный хрип уничтожает вашего героя. Предсмертный хрип уничтожает вашего героя. После того, как это существо получает урон и выживает, оно меняет сторону. То есть мне нужно, чтобы я добил, получается, пни меня одной единичкой урона, правильно? То есть мне нужно будет Берсом просто добить эту шляпу, я понял. Так, на мою сторону. Обратно. Так, максимум демеджа на ту сторону. И уже Берсон добиваем. И взрываем. Ну, в принципе, все просто. Нормально, так соточку прописали. Все нормально. Отлично. Можно было даже больше демеджа сделать, если бы проатаковать лицо с помощью пушки. Так, тут два Берсерка. Я могу Берсами что сделать? А, ну, Берсами пойти в лицо. Фростболтом в лицо. Это четыре. Погодь. Таланс нужен ли здесь? Таланс дает всего лишь один спал демедж. Так. Фростболт в лицо, а Билочку нет, да? Так, Берс, если прокачается, он уже наносит пять урона, да? Одного Берса придется, по ходу дела, разменять. Так. Мне нужно, чтобы один демедж нанесся, да? А, с помощью Таланса я как раз-таки это демеджи нанесу. Правильно? Правильно. Все отлично. Один демедж. Да, отлично. Так бы ноль, но под спал демеджем один урон. Все правильно. Следующая головоломка. За разбойника. У нас здесь или про гномы. Но за сайленсный геомант, который нужно будет, я так полагаю, обязательно вернуть. Но сперва сыграть. Так. По-любому, я думаю, протаковать геомантом. Так, так. Повернуть его. Поставить. Прописать четверочку, двоечку. Или про гнома добить. Отлично. Максимум демеджа. Пройдено. Отлично. Следующий головоломка. И на этот раз у нас воин с прокачанной пушкой и горошем. Так. Первое, что мы сделаем, это горошика прокачаем, чтобы его не унесло. Дальше нужно, допустим, уничтожить поганища. И, видимо, все-таки пушкой. Либо талнос и вихрь дать. Талнос и вихрь. Добрать карту, получить фатик. Смысла нету, да? То есть, улучшения кидать тоже смысла, по сути, нет. Обязательно горошам нужно пойти в лицо. Поганища нанесет две единицы демеджа. То есть, в принципе, можно... А, у меня ограниченное количество мана, да? Будет всем по два с пушки. Талнос и вихрь. Всем по два с пушки. И у него остается один хп. Вот в чем проблема. Тут выживает один повелитель арены. Тогда вместо талноса и вихря может кинуть рассекающий удар. Нет, тогда вот эти, да, выживают. Казинь и рассекающий удар. Вот этот вот нормальный плей. Сюда казинь. Сюда рассекающий удар и летал. Через талноса, да. Поиграть... Разыграть комбу не получалось, потому что маны тупо не хватало. Но уничтожение 6-5. Играем за паладина. Нужно снести 30 хп за 10 маны. Полностью устанавливает ману. Хох. Полностью устанавливает ману? Интересно. А как это поможет мне? А, ну у меня же будет утор, да? Я прав. Утор должен, получается... Призвать пехотинчиков. И мне нужно будет убить своих. Еще к тому же. Судя по всему, первым должен быть разыгран утор, чтобы мы могли крутить комбу. Далее. Восстанавливаем всю ману, потому что у нас... Уже одна мана только остается. Так. Так. Раз, два, три. Еще нужно призвать троих. Семь маны. В принципе, этого достаточно. А, мне места не хватит, иначе, да? И еще раз останавливаем ману. Еще призываем. Добиваем своего. И призываем еще одного. Прописываем. Мы летал. В принципе, несложно комбай реализуется. Даже две маны остается. Нормально. Ну что ж, проходим завершающую головоломку за миру. Вы черно, но эффективно. Конечно, эффективно. Неплохо. Все, прошли миру гнилинг. Очень даже просто. Там, по-моему, еще, да? Один босс. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Вступайте в группу ВК. И до встречи в следующих видео. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok